Готовь сани летом. Приближается опасный период для распространения вирусных заболеваний осень и зима. Среди них и ковид-19. Врачи рекомендуют пока не поздно сделать прививку или пройти ревакцинацию. Когда ожидается шестая волна коронавируса и какой новый вид вакцинации поможет уберечь здоровье в репортаже Анны Центовской. Евгений Копыльцев переболел коронавирусом в 2020 году. На то, чтобы вылечиться и прийти в себя после 85% поражения легких у него ушло 5 месяцев. Он прошел реанимацию и несколько длительных реабилитаций. При первой же возможности осенью 21-го он сделал прививку. Прививка как раз мне и помогла в том смысле, что если бы я прививку не сделал, то вполне возможно мы с вами сейчас уже не разговаривали. Опять я заболел в феврале месяца. Месяц я болел, но благодаря тому, что была прививка, это было легче. Сегодня Евгений пришел на ревакцинацию. Повторения истории болезни 20-го он не хочет. И мы должны уже об этом подумать заранее, для того, чтобы у нас сформировался иммунитет. Чтобы мы не болели осенью и зимой, и чтобы мы не делали осенью и зимой прививку. Потому что тогда, когда мы уже болеем, прививаться уже поздно. Надо это сделать заранее. Для тех, кто боится уколов, скоро в республике появится новый вариант прививки. Назальный. Защитить себя от ковида можно будет парой нажатий спрея. Эта вакцина обеспечит нам иммунитет именно местный. То есть в первую очередь она защитит нашу слизистую от попадания вирусов гриппа и вирусных других заболеваний. Именно через нос и рот попадают эти микробы и эти вирусы. И чтобы этого не было, наверное, это будет самая оптимальная форма введения вакцины от коронавирусной инфекции. Состоит новая вакцина из двух компонентов. Промежуток между ними должен быть три недели, как и в случае со спутником ВИ. Сейчас ожидается поставка насадок. И после этого больница Чувашии приступит к новой прививочной кампании. Анна Центовская, Юрий Марков, Республика.